Всем привет, чуваки, вы на канале PlayJackson и сегодня мы продолжаем проходить Лигу Чемпионов за сборной Украины. Глядя на ситуацию в нашей группе после первого игрового круга, мы понимаем, что мы в дерьме. Если мы зацепимся хотя бы за третью строчку, то можно уже в Лиге Европы продолжать наши похождения. Ряд видеороликов не меняется, просто меняется турнир. Первый свой поединок на сегодня мы играем у себя дома против Тоттенхема. Шпоры идут на первой строчке в нашей группе и скорее всего, что уже забронировали себе место в следующем раунде. Очень жесткая, брутальная погода сегодня у нас в Украине. Ну что, с центра поля начинает Яремчук, именно он будет сегодня играть единственного нападающего. Понемногу продвигаемся, шаг за шагом. Траваев, встречай. Попытался я втыкнуться, но нет. Ну пока наши ребята стараются контролировать, но не всегда это получается. Убрал! Как выше! Ну просто шикарный момент в начале поединка. Ну будет он нагружать, там есть кому бороться, нет, идет в обыгрыш на весы, пожалуйста! Нихуя себе. Та ну нахер, та ну нахер, так вообще неинтересно играть, если каждый отскок идет на ногу нашему сопернику. Абсолютно каждый. Как бы пятым не старался тащить, у него это просто не получится. Потому что игра именно так закодирована. Стараемся, стараемся, но пока ничего хорошего с этого не получается. Врезайся. Атака продолжается. Отлично отыграл Микола! 33 минуты уже отыграна, счет матча 1-0 мы, к сожалению, летим. Получается. Ну, врезайся. Твою ж мать! Навес первый! И опять, смотри, опять отскок! ТААААА! Пошел им в жопу, ну. Нет, я же говорю, эти пидоры только со скоков забивают. Ты хоть 15 пятовых поставь на ворота. Вообще похуё. Все равно ничего ты не сделаешь. Абсолютно ничего. И на самом-то деле некого даже по факту винить. Ну да, по факту это похорон. Первый тайм 2-0. Ходи, Микола. Вижу. Ой, какое тут настроение будет. Коноплянка! Невозможно. Просто невозможно. Как бы и нормально пробил, ну а попасть, чувак. Как бы шансы у нас еще есть, но их не так много. Но они есть, они существуют. Главное не расписать. Ну. Это абсолютно ничего не значит. Один гол отыгран. Хорошо отдал пас и Марлос решил. Нам нужно собраться и еще отыграть один гол. Это минимум. Я настроен на победу. Все равно. Стараемся. Понимаю, что сложно. Понимаю, что шансов практически нет. Но если мы будем играть, если мы будем сражаться до последнего, то игра нам обязательно завезет. 76 минута матча. Это Марай. С левой как дал от перекладины. За 4 минуты 2 гола. Как вам? Такое норм? Жестко. Жестко. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Ну это пиздец. Я посмотрю, сколько ударов они сделали в створ. Я посмотрю. Хорош. Счастье было так близко. Никола, ну последний шанс. Сука! Мы будем сражаться за вторую путевку в выход в следующий раунд. По-любому. Как бы то ни было, до последней минуты, пока есть время, пока есть шанс, нужно всегда стараться. Блин, а прикиньте бы камбэк был. Врубаем прессинг. Три удара в створ, три гола. Я же сказал, что игра завезет. Хотя мы забили четыре. К сожалению, счастья не произошло и во второй встрече между Олимпиакосом и Баварией, Бавария просто разнесла 4-0. Но сейчас нужно побеждать Олимпиакос. Сегодня, друзья, опять у нас такая себе погода. Дождь в Греции и Олимпиакос принимают сборную Украины. Ну и как в первой встрече этого выпуска в матче против Шпор, природа на нашей стороне. Что снег, что дождь. Все это норм для сборной Украины. Ну что, ребята, нужно просто порвать этот Олимпиакос. Удар, ну такое пускай бьет. Хорош. Поехал. С первых минут. Просто с первых хороним. Ага. Ну я вам скажу, что Олимпиакос довольно-таки смело играет. Они у себя дома. Их трибуны гонят только вперед. Нашим ребятам будет намного сложнее даже, чем в первом матче. Все. Ой. Яремчук, лови. На тебя, брат. Блин. И сильно. Ёп. Ну как, как он развозил? Да ну это, это не серьезно. Это не серьезно. Это вообще не серьезно. Хотя намного жестче именно наши ребята атакуют. Проходит. Пробить. В ближнюю ему дай. Киков жив. Убежал. И в ближнюю. Хорошо, что недолго мы были в роли догоняющих. Моё ж мать, как он убегает. Давай, давай, доиграй, Микола. Убить. В ближнюю. Наск... Ну ты посмотри. Рядом со штангой. Забивай второй и все. После первого тайма наше преимущество. Нет же. Нет. Нужно до последнего тянуть. Нужно на мандражах. Воно убрал. И в дальнюю. Тем временем Бавария проигрывает Тоттенхему со счетом 1-2. Нужно, чтобы Тоттенхем побеждал. Ну и, собственно, мы тоже брали в этом поединке 3 очка. Убить. Вынимай. Вынимай, это коноплянка. Все-таки нашли свою щель в обороне соперника. И забили второй гол. Как по мне, абсолютно по делу. Это не Малиновский, походу. Это Степаненко был, да? Да. Именно Степаненко дал голевую. На самом-то деле, не важно, кто отдает, кто забивает. Важно, что наша сборная побеждает. Вы нас. Поехал. Да ну, опять, опять он. Ёбаный ты колел, махуй. Срочно нужно забить третий. Идеальный просто выход. Малина, подлевую себя. Бля, чуть-чуть не успел. Хороший заброс на пять здесь этот парень. Я не знаю, кто он. Но он реально спасает Олимпиакос сегодня очень сильно. Первый, первый, пятый, 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 нахер. Хорош. Давай. В ближнюю. Все, все это до свидания. Вот, пожалуйста, Морайес выходит на замену. Остается 20-15 минут до конца матча. Он забивает. Отлично, друзья. Во втором поединке к ряду мы делаем победу. Шесть очков за два матча. Минимум, друзья, минимум мы будем играть в Лиге Европы. Но это просто бриллиант. Тоттенхем на выезде обыграл Баварию за счетом 2-1. Сейчас нам нужна только победа. Завершающий поединок группового этапа данного розыгрыша Лиги Чемпионов. Сборная Украины принимает у себя дома Баварию. Немцы в первом поединке нас разнесли просто в одну калитку. Сейчас у нас есть шанс взять матч-реванш. Просто убойный состав со стороны немецкого клуба к нам сегодня приехал. Ну чё, мы тоже как бы не вышли на прогулочку. Давайте, ребята. Нужно показывать уровень. Тоттенхем мы уже у себя дома унизили. Унизили. Олимпиакос унижали. Унижали. Теперь время вот этих вот ребят. Мы вас нахую прокрутим. Да, не, не, не. Блядь, да не туда же я давал. Пройдет. Забить пустые. Спокойно. Первый вклад в сегодняшние три очка мы уже сделали. Ну правда, начало поединка и мы играем против Баварии. Не против Олимпиакоса. Каутиньо сам буквально на каком-то небольшом квадрате футбольного поля одурачил нашего Караваева. Угловой очередной для наших гостей. На вес. Ну что, нужно немножечко подзакрыться у себя. Около своих ворот. Мюллер отдал на Каутиньо. Каутиньо опять, опять тревожит. Вот энд. Вот энд. Катает, катает. Просто большинство такое ощущение, что они разыгрывают. Вынос. Вынос. Лёва. Охренеть, как подал. Кривцов не выиграл здесь. И пожалуйста. Только его сокомандик начал выручать. Опять на вес. Пятый выйди, выбей. 45 минут нас отделяют от следующего этапа Лиги Чемпионов. Ну что, получается? Без офсайда. Если без офсайда, то это будет пушка. Убить. В ближнюю. Сука. Так они, скорее всего, выпустят еще одного нападающего. Кона пробить с левой. Коноплянка. Убрал. Блядь, да откуда он взялся? Прострелом. Ну и конечно, после осуществления этих замен мы подрубаем постоянный прессинг. Хороший, кстати, был момент. Но у Миколенко немножко не получилось. На дальнюю. Замыкай. 10 минут, друзья, отделяют нас от следующего раунда Лиги Чемпионов. На вес. Первый сыграй Микола. В ближнюю. Блядь. Контролим. Бить. Все. Сука. Три минуты добавил. Нихера себе. Свисточек, пожалуйста. Арбитр, дай свисток. Вынос. Да свистни, блядь. Фух. Ебать. Вот это вот завершение Лиги Чемпионов группового этапа. Кто бы мог подумать еще три матча назад, что мы куда-то пройдем. Хотя бы в Лигу Европы. Но мы проходим. Просто феноменальный камбэк в первом матче против Тоттенхема. Потом волевая победа против Олимпиакоса. Ну и конечно же у себя дома мы не имеем права проиграть Баварии. Победа 1-0. Не, ну мы обыгрывали Баварию, обыгрывали Тоттенхем, обыграем и Ювентус. А Тоттенхему достался Интер. Ну вообще повезло. В общем, друзья, на этом у нас сегодня и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня в Инстаграме. Подписывайтесь на второй канал. 2000 лайков и следующий выпуск залетает на канал. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok